здравствуйте друзья у нас сегодня в студии снова светлана каф светлана иммиграционный адвокат для тех кто еще не знает работает в сан-франциско у нее офис да вы переехали уже много это переехали через дорогу хорошо то так я помню долго этот процесс назревал вот вопрос который задают всегда последние там три нити после выборов в связи с прошедшими событиями в скобках выборами есть что-то или какая-то тенденция угрожающая получению политического убежища или осложняющий этот процесс вот пока никакой новой информации не появилась поэтому только все догадки поэтому лучше наверно не будем думать о плохом и будем просто делать свои дела и никакой информации о том что какие будут изменения нет но шанс есть на изменения смотрите михаил шанс всегда есть но это все просто какие-то домыслы пока что никакой информации нет и в любом случае мы знаем что законодательстве не меняется в один день это длительный процесс законодательство меняется в конгрессе и так как в конгрессе есть такая agenda то есть список всяких вопросов которые они решают и обычно вопросы иммиграции всегда на последнем плане поэтому ну предположение мои других адвокатов то что даже если что-то будет меняться это не будет быстро я просто боюсь что вот так время меняется что то что традиционно было вот может снова не случится то есть скажем вот они все время откладывали откладывали сейчас возьмут и там забор начнут ставите еще чего-нибудь вот заодно уже в догонку к этому все время спрашивают про green card лотерею потому что мы знаем что республиканцы давно на нее зуб точили и есть такая возможность ну скажем насколько вероятно что они вот одним из первых там своих телодвижения просто закроют лотерею опять же все догадки скорее всего что если будут какие-то изменения то больше шансов что могут просто прекратить лотерею в какой-то год чем скажем поменять законодательство касательно правил подачи на статус беженца то есть это все все домыслы то есть наверное лучше всего решать свои вопросы пораньше пока трамп не как бы не приступила к власти и пока еще нет никаких реальных изменений а вот вот вопрос прямо вот в масть искать вот к тому что сейчас сказали мы приехали семьей три недели назад пока еще не подавали видимо на политику в связи с приходом трампа как же все-таки нам лучше поступить первое поторопиться и успеть подать до 20 января до его вступления в должность хотя не связано или может наоборот подождать месяца два-три и тогда уже сделать выводы 3 риторически что может произойти в худшем случае как это можно повлиять на тех кто подал или еще не подал и пока находится в статусе туриста но с целью подачи в будущем почему возник вопрос если я не был настолько богат что мог бы отдать восемь девять тысяч за услуги адвоката а там будь что будет то я бы не знавал вопрос но для меня как и для большинства тех кто приезжает сюда как вы понимаете это огромная сумма денег если есть вероятность что все это дело может накрыть медным тазом и лучше подождать и посмотреть что будет то может лучше так и поступить опять же не хочется повторяться но опять же это все догадки домыслы что будет что не будет и наверное чтобы сам 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 себя перестраховать наверное лучше всего раньше подавать они ждать что будет потому что ну в самом худшем случае наверное трамп может использовать свою полномочия как новый президент сделать такое решение executive action то есть решение декрет президент который да президент может принять сам но навряд ли он возьмет и в первые там дни или в первые месяцы своей работы скажет все я отменяю закон для ну конфета как-то радикально что-то меня то есть я бы наверно подавала бы раньше но три недели маленький срок с момента что вы приехали наверно пока вы подойдите пройдет еще пару недель еще месяц то есть я бы все же подавала бы раньше вот вот я от себя как человек интересующийся там тенденциями я бы сказал что отношение к политическому убежищу находится на тысячном месте в их списке приоритетов то есть если скажем стена там нелегалы которые идут еще что-то такое вот допустим люди которые в восприятии многих американцев отнимают у них рабочие места и там садятся на их бенефиты то беженцы в этом смысле вот вот политическое убежище не сирийские там были афганские а вот вот эти это настолько неприоритетно что даже трудно себе представить чтобы на кого-то заинтересовано ну это не в приоритете но если честно я чуть-чуть как бы с вами чуть-чуть не соглашусь потому что смотрите а сирийцы там и другие беженцы они же все беженцы и закон для всех один поэтому наверное эти законы не на тысячном где-то месте но если будет менять закон для беженцев то будет менять закон для всех беженцев потому что есть стандартный закон федеральный который одинаковые для всех стран поэтому в принципе ну есть шанс что что-то будет меняться но из прошлого если мы посмотрим там на 20-25 лет вернемся назад со сменой президента ничего не менялось в законодательстве касательно подачи на статус беженца вот поэтому навряд ли радикально что-то поменяется сразу то есть если начнет строится стенка между мексикой америка это скорее всего может произойти рано потому что это не связано с изменением федерального права да а закон который говорит о том кому положен статус беженца этот закон написан конгрессом и для того чтобы что-то поменялось должно быть должно пройти целый ряд заседаний соглашений между конгрессом там сенат хаузов репрезентатив и так далее то есть скорее всего это раньше чем за год после того как президент приступит к власти не произойдет и видимо закон о беженцах все-таки синхронизирован с международным правом как это происходит других странах это же не исключительно американское дело это как бы там по большому количеству стран смотрите есть закон для сайлом то есть для статуса беженца а люди когда подают на асайлом они еще заодно ставят галочку и такой вот под таким названием convention against torture то есть люди еще просят на всякий случай как запасной вариант чтобы рассмотрели их заявку если они не подойдут под статус беженца под вариант легализации под вот этой convention against torture вот это больше связано с международными всякими законами которые которые как бы один из договоров которые америка имеет с миром это что они не отправят людей обратно в их страну если им грозит если есть угроза того что над ним над ними будет издеваться даже если это не напрямую как бы связано с то есть если даже они напрямую не подходят под статус беженца их могут оставить в америке потому что америка не хочет людей отправлять туда где над ними могут издеваться и где их жизни может грозить опасность это не экзотическая такая фишечка это реально вот по ней людей оставляют настоящее но это вот как в исхолдинг of removal это такая не совсем понятная такая сфера иммиграционного права но она как запасной вариант существует вот тоже вопрос часто задают там там два таких еще один час будет я жду контракта на круизный лайнер хотел спросить могу ли я рассчитывать на политическое убежище по приезду в сша я имею ввиду видимо имеется ввиду что у него не тоже там у него есть причины но вот имеется ввиду то что он въехал как человек с лайнера с круизного и не будут ли меня преследовать не будет ли меня преследовать круизная компания в случае если я не пойду к ним работать такой вопрос рассчитывать на статус беженца наверное никто не может это наверное не совсем правильное такое определение как бы кто кто может рассчитывать или или как бы претендовать на что-то но есть чтобы ответить на вашу подность короткий ответ на ваш вопрос это то что да есть вы приехали как crew member да то есть работать на на круиз лайнере вы можете подавать на статус беженца любой человек который заехал который физически попал в америку неважно он приехал по визе или без визы может обратиться статусом беженца то есть вы не отличаетесь от тех кто приехали как туристы например насчет того может ли вас преследовать круизная компания ну наверное может если вы нарушили с ними там какой-то договор но это будет не преследование это будет как гражданский такой иск против вас потенциально что вы нарушили там какое-то соглашение с ними может быть какие-то деньги с вас могут потребовать но это чисто гражданский вопрос это не уголовный вопрос это не иммиграционный вопрос это уже ваши дела с этой круизной компанией я думаю что поскольку денег у нее все равно нет то с точки зрения круизной компании за ним гоняться это добавить дополнительный убыток сеток на практической точки зрения просто на вас немножко позляться и все скорее всего ничего не будет но может кто-то письмо учитывая что большая компания так и вовсе найдут кого-то другого да конечно мы семья из двух человек я и муж 48 49 лет живем в россии хотим подать на турвизу но я не работаю уже около двух лет как на это посмотрит консул при собеседовании ну то есть понятно что мы не знаем но вот как бы насколько это усложняет ситуацию усложнять ситуацию вот потому что вам нужно доказать что вы не потенциальный мигрант для этого вам нужно доказать что у вас нет заинтересованности иммигрировать в любую страну но в частности в америку и как это доказать часть критериев это то что у вас есть тесные связи с вашей страной а тесные связи с вашей страной это один один из примеров это работа постоянная работа от которой вы зависите и работа как бы зависит от вас вот поэтому если вы не работаете у вас на один критерий меньше вот поэтому если вы не работаете нужно иметь более сильные другие критерии то есть нужно показать что вы финансово очень хорошо что стоите на ногах, что у вас близкие члены семьи остаются в вашей стране, когда вы поедете как турист, нужно показать обкатанный паспорт, что вы ездите в другие страны и возвращаетесь обратно. То есть просто усложняется, и нужно добавить какие-то другие критерии. Как правильнее поступить любящим молодым людям, разлученным временно океаном? Один из них гражданин США, второй гражданин Украины. Получить турвизу в США, видимо это первый ряд, и по прибытии оформлять визу для половины, для них это быстро, и самый предпочтительный вариант, молодежь не хотят ждать. Сразу заполнять документы на спецвизу, что такое спецвиза, я не знаю. Наверное на визу уже не ханевеста. Один в США, второй в Украине, и ждать. Полететь на Украину и там, в Украину, и там оформлять визу в посольстве. Сейчас уже какое-то количество лет нельзя оформлять визу в посольстве, поэтому этот вариант отпадает. Вариант жениха-невесты, наверное, то, что вы говорите про спецвизу, хотя я не уверена, что вы имеете в виду под спецвизой, но если вы не женаты, то это виза жениха-невесты. Если вы женаты, вы можете подать на воссоединение семьи, но только в Америке. Нет, они не женаты. Они не женаты. Значит, виза шениха-невесты – это единственная тогда спецвиза, о которой идет речь. Это проще всего в плане того, что вам не нужно никуда ехать, вы просто подали документы, они оформляются примерно от 7 месяцев до года, и ваша возлюбленная приезжает, вы должны в течение трех месяцев расписаться и оформить тогда документы на грин-карту. Если вы в течение трех месяцев не расписались, ей придется выехать. Она не может никакой другой статус получить, кроме статуса беженца. Наверное, этот вариант. Или вам поехать на Украину и там расписаться. Но вам тогда придется вернуться обратно и подавать документы на воссоединение в Америке. Долго ждать? На вот эту спецвизу или визу жениха-невесты примерно такие же сроки ожидания, как если вызывать жену. То есть примерно от 7 месяцев до года. То есть это не 2, потому что мне где-то говорили, что там человеке не 2 года ждать. Если у человека есть уже американское гражданство, тогда, потому что без американского гражданства вы не можете вообще делать визу жениха-невесты. Полтора-два года нужно ждать, если у одного грин-карт, а второго вызывают как мужа или жену. Тогда полтора-два года, если есть гражданство, меньше года занимает. Значит, давайте так еще раз. Если человек делает визу невесты, то чтобы эта виза прошла, проходит 7-8 месяцев. То же самое время. Примерно от 7 месяцев до года процесс делится на несколько частей. И от подачи до приезда человека в Штаты занимает примерно от 7 месяцев до года. То есть он немножко экономит на том, что ему не надо ездить туда? Экономит на том, что не нужно ехать, если нет возможности. Или нет финансовой возможности, или нет времени ехать, расписываться, допустим, на Украине или в любой другой стране. То, что вы спросили в самом начале этого вопроса, может быть, лучше приехать по туристической визе, расписаться и оформлять документы в Америке. К сожалению, как лицензованный адвокат я не имею права вам рекомендовать этот путь, потому что иммиграционная служба не хочет, чтобы люди именно так планировали свои шаги дальнейшие. Но если сказать, что вот человек получил туристическую визу, ваша девушка приехала уже в Штаты, и она тогда может подать на воссоединение, и это будет быстрее всего и проще сделать на месте. Если она уже физически окажется в Штаты. Ну, тогда это должна быть туристическая виза, что намного может быть сложнее с Украиной, чем, скажем, виза невесты. Туристическую визу может быть сложнее получить, чем визу жениха невесты. И надо не проговориться на собеседование в посольстве, что она едет к любимому парню, иначе ей скажут, что она обманывает, и она должна делать визу жениха невесты, и потом может быть вообще проблемы с иммиграцией. Поэтому нужно выбрать что-то одно или другое. Если выбрать туристическую, надо ехать как турист, не конкретно к вам. Имеется ли общая база данных между Европой и США, где можно посмотреть данные предыдущих виз и обращений за убежищем к человеку? Если обломался в Европе, можно ли пробовать в Штатах и наоборот? То есть, есть ли какая-то связь, а если связь есть, то насколько это влияет? Правда ли, что если у человека были попытки, его же практически 100% не пошлют на депортацию? Были пытки? Нет, пытки – это другой вопрос. На депортацию никого автоматически не посылают. То есть, посылают тех, у кого есть такие aggravated felonies. То есть, у кого есть нарушения довольно серьезные, там, с оружием, как бы, серьезные какие-то с наркотиками нарушения. Тогда это может быть такой expedited removal. А так никого автоматически быстро на депортацию не отправляют. Есть ли общая база данных? То есть, общей базы данных нет. Есть ли потенциально теоретические возможности у Америки проверить что-то в Европе? Наверное, теоретически да. Но практически навряд ли кто-то этим занимается для каждого иммигранта. Я, естественно, опять же, как лицензованный адвокат, не имею права вас учить или советовать вам, чтобы вы там что-то скрывали. Но если смотреть на этот вопрос практически, то есть, если вы приехали в Штаты, и у вас нет никаких штампов в паспорте о том, что вы ездили в другие страны, вам будет сложно визу получить в Америку. То есть, если вы указали, в каких странах вы были для того, чтобы получить визу в Америку, чтобы показать, что вы были там и здесь, то потенциально Америка может проверить, или вы в этих конкретных странах что-то запрашивали. Хотя они навряд ли будут каждого человека проверять. И у вас, если вы будете подавать на статус беженца, будут напрямую вопросы под клятвой во время собеседования, обращались ли вы в этих странах, в которых вы были за статусом. Если вам отказали в статусе, это не так страшно. Тогда вы можете все равно в Америке просить статус, и это покажет, что у вас не было шансов остаться в другой стране, кроме своей. А если вы просили статус, скажем, в Польше, и вам его дали, тогда вам будет сложнее объяснить, почему вы не можете жить не в Польше. Польша это как пример просто, или в своей стране. То есть, в паспорте, если ничего не видно, к примеру, то эти страны навряд ли будут весь мир проверять по мировой базе данных, где вы что просили. Я понял этот вопрос так, что если он уже подавал и обломался, то есть ему отказали в Германии, то не дисквалифицирует ли его это в США. Но вот вы говорите, что это прямой связи нет. Но это, я думаю, даже не будет минусом, потому что вы там попросили, там вас не оставили, в своей стране вы жить боитесь. То есть, наверное, логика подсказывает, что это вас не дисквалифицирует. Но если вы получили уже статус в Канаде или в Польше, или там в Германии, то будет сложнее объяснить, почему вы там не можете жить и в своей стране тоже. Еще вот классика жанра, тут две страны в этой классике фигурируют. Это Мексика и Гуам. Ну, как бы Гуам – это американский остров, но жители Гуама не граждане, это присоединенная территория. Вот, значит, можно ли россиянам просить исайлом на мексиканско-американской границе? Пустят ли внутрь или назад пошлют? Понятно, что вариант сразу в суд отправят или из тюрьмы все-таки выпустят. Из тюрьмы, имея в виду на волю дожидаться суда. Значит, вот одна про Гуам, а другая про Мексику. Это, в принципе, тот же вопрос. Окей, смотрите, Мексика отличается от Гуама. На Гуаме подавать на статус бежица можно, и к вам приедет иммиграционный офицер провести вам собеседование на Гуаме. У вас не будет возможности заезжать в 50 штатов, которые принадлежат Америке. Уровень жизни и вообще качество жизни на Гуаме не самое благоприятное и может быть хуже, чем в вашей стране, откуда вы едете. Поэтому нужно взвесить все и понять, как бы готовы ли вы ждать какое-то количество времени на Гуаме, пока вы пройдете собеседование и получите статус. Если статус получите, потом тогда сможете заехать в Штаты. А не получите, значит, все, будете сидеть на Гуаме. В Мексике, другой вопрос, в Мексике вы не можете подавать на статус беженца в Америке. То есть в Мексике вам нужно что-то просить на границе, рисковать тем, что вас заберут в депортационную тюрьму, будут там не очень хорошо к вам относиться. И нету 100% гарантии, что вы пойдете к суде иммиграционному. Вот, если попадете, вы можете потом, вы попадете на территории Америки. Вы не будете сидеть в тюрьме, даже иммиграционной, на территории Мексики, вы будете на территории Америки. Но нет гарантии, что вас вообще допустят к иммиграционному суде и не отправят обратно, и не перекроют вам потом въезд на дальнейшее. А Гуам, вы можете на нем просить статус. То есть я не знаю, какой вариант лучше, потому что в Мексике у вас есть шанс попасть в Штаты, но в Гуаме у вас нет штанцев, пока вы не прошли собеседование. Но в принципе, если он переходит в мексиканскую границу, то ему, скажем так, с точки зрения получения статуса беженца или подачи на статус беженца, все-таки ему было бы более благоприятно, если бы он уже проник на территорию и дальше пошел бы там и подавал, ну вот как с адвокатом, без адвоката, но уже подавал бы, находясь в стране. Конечно, и можно передвигаться, переехать в другой штат. На Гуаме вы застряли на Гуаме. То есть я к чему говорю, что на границе Мексики и США, так же, как на границе США и Канады, например, хуже вот это делать, чем уже оказавшись внутри страны. Да, потому что есть риск, что вас не пустят. То есть нужно решить, какой риск лучше брать на себя. На Гуаме никто не посадит в тюрьму. Дожидаться суда на воле не получится или там рассмотрение. То есть вы будете в тюрьме сидеть? Нет, в основном у всех получается. Просто это может быть неделя в тюрьме, две недели в тюрьме, месяц в тюрьме. То есть вы просто за залог выйдете. Если у вас нет никаких уголовных... Да, все выходят, никто не сидит и не дожидается суда в тюрьме. В эмиграционной? То есть просто нужно иметь залог, который вам судья назначит. То есть обычно это минимум 3 или 5 тысяч, в зависимости от того, ну как благоприятно на вас посмотрят. То есть с каким восхождением, какой будет судья, как они вообще, в каком-нибудь настроении. И что вы о себе расскажете. У нас тут был парень, рассказывал, как он въезжал в Нью-Йорке. И он полгода там в тюрьме сидел, пока отбил. Он самостоятельно пробил это политическое убежище, но он в это время полгода сидел в тюрьме. Просто слушание, чтобы попросить, не попросить статуса, попросить, чтобы вас выпустили из тюрьмы, назначается довольно быстро. Но если у вас потом не устраивает сумма, которую вам сказали дать залог, вы можете просить пересмотрения. Некоторые люди ждут пересмотрения просто долго. Много разных вопросов. Значит, смотрите, подача, когда у вас есть L-виза, подача на грин-карту. Сроки рассмотрения разные в зависимости от того, подаете вы как менеджер, экзекутив или как специалист, то есть какого типа у вас L-виза. На сегодняшний день нет возможности ускорять. Это может занять год, полтора, два, то есть в зависимости от загруженности иммиграционной службы. В это время вы можете выезжать. То есть вы можете ездить туда-сюда, можете в свою страну, естественно, ездить, в любую другую страну. Если вы уже подали на грин-карт, вам нужно оформлять специальный выездной документ. У многих людей такая немножко мисконцепция. Они думают, что им поставили визу в паспорте, что у них есть L-виза, которая до подачи на грин-карту позволяет ездить по этой визе L. Можно выезжать и заезжать в Америку, ездить в другие страны. А когда человек подал на грин-карту, он не может пользоваться вот этой визой L в паспорте, которая еще годная для того, чтобы ездить. Нужно, кроме этого, оформлять специальный выездной документ, который покажет таможеннику при въезде обратно в Америку, что человек в процессе получения грин-карты. То есть это техническая просто деталь, но это важно, потому что если не сделать этот выездной документ, скажут, что вы отказались от L-визы, что вы нарушили все правила на свете, и потом, может быть, будет возможность все равно вам заехать, но вы застрянете на какое-то время в той стране, куда вы поехали, и будете решать через адвоката этот вопрос. Поэтому ездить можно со специальным документом. Насчет легализации родителей, к сожалению, ускорения никакого нет. И вам придется сначала получить грин-карту, потом американское гражданство, а потом вызывать родителей на воссоединение, потому что с родителями только один путь легализации – это воссоединение, когда у вас будет гражданство. Дополнительный вид легализации родителей – это если они подходят под такой Латенберг-пароль, то есть если они могут подать на статус беженца через такой affidavit of relationship, то есть вы подаете специальные документы не через иммиграционную службу, а через такую службу миграции, и им нужно будет пройти собеседование, если они баптисты, евреи, какие-нибудь протестанты, и доказать, что они беженцы в своей стране, тогда они могут таким образом приехать, до получения вами гражданства. А если это чисто метод, простой метод легализации, воссоединение семьи, нужно ждать, пока у вас будет гражданство. Значит, когда надо подавать на убежище, если один из супругов уже находится в стране 4 месяца по туристической визе, а второй только приехал также по туристической визе, то есть они оба в стране? Ну, лучше подавать пораньше. У вас есть год с момента приезда для основного заявителя, чтобы подать. То есть, если один приехал на 4 месяца раньше, чем второй, если вы готовы подавать, подавайте сразу. Ну, наверное, желательно подождать месяц после того, как второй заехал. А вот, например, если первый приехал, и он знает, что через 4 месяца второй, ему лучше подождать, пока второй приедет? Или он может подать через месяц, а второму никто не помешает въехать? Ну, вот теоретически могут помешать второму въехать. То есть, есть риск, что может быть проблема, хотя мало кого на этом ловят, поэтому есть люди, которые рискуют и подают, и ничего не случается, второй человек приезжает, его присоединяют просто. Правда ли, что с 5 октября увеличен срок получения разрешения на работу до 2 лет? Это общее по стране или разные сроки по штатам? Общее по стране, это правда, мы очень довольны этому факту, такому положительному, и теперь разрешение на работу и первоначальное, и бесплатное, и продление выдают на 2 года. Правила федеральные относятся ко всем, ко всем штатам. Просто удобнее стало? Стало удобнее, но это нам о чем это говорит? Что, скорее всего, очередь не станет короче, правильно? Если нам увеличили право на работу, первый раз там за все существование вообще, за все существование вообще этого процесса, первый раз увеличили разрешение на работу от 1 до 2 лет, это говорит о том, что очереди, скорее всего, будут увеличиваться. То есть они пытаются с себя снять нагрузку по продлению разрешения и сказать, ну что, я думаю, они в данном случае о себе заботятся. Скорее всего, чтобы меньше работы делать, вот и плюс, а для нас все-таки хорошо получить на 2 года разрешение на работу, и потом так же само на 2 года получить водительские права, то есть не нужно раз в год это сделать. У нас ребята есть, которые вот так они по политике, они уже вроде работают, а потом что-то, то ли они чуть позже подали, то ли там еще что-то приключилось, но вот у них там 2 недели, 3 недели, полтора месяца, они между старым разрешением и новым разрешением, вплоть до того, что они там не могут искать работу и так далее. Ну вообще, когда заканчивается срок действия карточки, право на работу не заканчивается, просто есть работодатели, которые очень, ну как бы относятся строго к этому и хотят видеть новую карточку, как только закончилась старая. А очень многие другие работодатели увидели один раз, им этого достаточно, то есть вы показали номер social, security номер, вы показали, что у вас есть драйв-лисенс, их это устраивает, вот. Проблема в том, что если вы не продлили разрешение на работу, вы не можете продлить водительские права, а водительские права важны, если они закончились, вы можете получить штраф за вождение с просроченными правами. Это более важно даже, чем то, что карточка закончилась. Я уже, знаете, предчувствую комментарии там к нашему видео, типа, это что у тебя фотошопа нет, там, понимаешь, и там, так далее, но мы такого не советуем. Нет, мы нет. Собираюсь в США в сентябре 2017 года подать на политику, через годик, окей. Приехать хочу в Сан-Франциско. Этот город выбирают так, как, судя по вашим выступлениям, это на нас теперь ответственность, в этом городе хорошая статистика по политикам и сайлам. Это правда? Это правда, но это не значит, что все равно она автоматическая. Ну да, да. То есть все равно, как бы, есть случаи, есть люди, которым отказывают. Общая статистика все равно по стране. Где-то 40 с чем-то процентов положительных результатов. Сразу? Да, что по сравнению с лотереями любыми, это замечательно. Это почти один из двух получает статус. Вот, поэтому вам надо вписаться в большее половины. 40 процентов на интервью с офисером. Это мы не говорим про тех, которые потом через суды. Говорим с первого раза. А есть статистика на… Конкретно по Сан-Франциско нет, но просто это все разговоры в таком иммиграционном мире, что просто здесь очень лояльный город. Вот, поэтому… Ну, здесь и стоимость, как бы, и уровень проживания… Стоимость жизни, да. Все очень доброе. Продолжаем вопрос. Судя по вашим выступлениям, в этом городе хорошая статистика по политике Лысайва. Скоро собираюсь записаться к вам на консультацию. Это, видимо, к вам в скайпе. Насколько реально к вам попасть в качестве клиента? Это хороший вопрос, потому что, говорят, народ загружена, Светлана, или можете кого-то посоветовать. Говорят, вы страшно загружены. О себе. Вот, Светлана, о себе. Мне 41 год. Два высших образования. Учителя математики и информатики. Инженер-программист 2011 года. Не женат. Детей нет. Преподаю в ВУЗе в общей сложности около 17 лет. Курсы по программированию, базам данных, операционным системам и так далее. Имею патенты. Так, это мы пропускаем. Английский. Но мне это нравится. Читайте. Английский upper intermediate. В загранпаспорте 5 виз. В Японии 1 шенген итальянский. Штампы Китая, Корея, Филиппин, Турция. Надеюсь, что турвизу в США дадут. Как думаете? Есть ли у меня возможность легализации, кроме политики? Какой вопросик-то? Скорее всего, есть, но нужно об этом говорить во время консультации. У вас несколько вопросов ко мне, правильно? Первый вопрос – это можете ли вы стать клиентом нашим. Значит, смотрите, потенциально можете. Шанс записаться на консультацию, наверное, при вашем большом желании есть. Просто, если очень хотите попасть на консультацию, нужно набраться немножко терпения. То есть, скорее всего, 2-3 недели с момента запроса надо будет подождать, чтобы попасть на консультацию. Во время консультации производится такая, в своего рода, диагностика вашей ситуации. Я отвечаю на ваши вопросы, вы отвечаете на мои вопросы, для того, чтобы я вам порекомендовала, какой путь иммиграции для вас будет самым оптимальным. И, естественно, мы можем поговорить о статусе беженца. Если у вас есть патенты и всякие другие достижения, то, потенциально, вам лучше может подойти вариант грин-карты, как для экстраординарного специалиста. И сейчас у нас все больше и больше клиентов, которым мы во время консультации, я рекомендую именно рассмотреть этот вариант. 5 патентов, у меня. Вот. То есть, это очень хорошо, но нужно, естественно, узнать о вас немножко побольше, о вашей деятельности, о ваших заслугах и так далее. Но, потенциально, это для вас вариант. Вот люди, когда обращаются за консультацией и задают вопросы по подаче на статус беженца, бывают такие ситуации, когда я слышу, что по их квалификациям им бы лучше подошел, например, вариант подачи на грин-карту как экстраординарного специалиста. Например, если человек мне говорит, у меня степень магистра или степень доктора наук, и, допустим, есть патенты, есть всякие там заслуги в любой сфере. И даже магистра? Вот. Бывает, что магистра. Вот. И есть целый ряд разных достижений, заслуг, что они поднялись на топ какой-то там процент своей сферы. Вот. Я им предлагаю подумать о варианте грин-карты для экстраординарных специалистов. Потому что иногда люди думают, что это только для тех, у кого Нобелевская премия, например. Но это не совсем так. Есть люди, которые имеют уже ряд заслуг, но, например, не задумывались об этом варианте. Вот. Поэтому сейчас это становится более популярным, чем, например, было когда-то, потому что люди просто были незнакомы с этим вариантом. Вот. И, но есть свои особенности, есть свои плюсы-минусы подачи на беженство и подачи, например, на грин-карту напрямую, как экстраординарный специалист. Например, пример вот этих плюсов-минусов. Если человек хочет получить статус беженца, если у него виза открыта, любая в Штаты, он приехал и подал на статус беженца. То есть не нужна никакая предварительная подготовка. Там кто-то какие-то документы готовит заранее, кто-то не готовит. Даже если ничего заранее не готовили, все равно есть шанс пройти и получить статус беженца. А если человек хочет грин-карту как экстраординарный специалист и не может получить визу в Америку, он все равно может приехать по грин-карте, если он подойдет под вот этот вариант экстраординарного специалиста. Но минус в том, что рассмотрение может занять пару месяцев, может занять полгода, может занять год. То есть это время нужно ждать в своей стране или в другой стране. То есть человек не может приехать по гостевой визе, подать на смену статуса как экстраординарный специалист и быть уверенным, что он уложится в сроки всего этого оформления. То есть подать можно, но нет уверенности, что уложится в сроки. Да, то есть придется выезжать и заезжать обратно. Но в принципе, в последнее время люди, которые обращались за статусом беженца, какое-то энное количество этих людей выбрало вариант иммиграции как экстраординарные специалисты и очень довольны этим выбором, потому что обычно это те люди, которым нет спешки уехать сегодня или уехать завтра. Которые готовы немножко подождать, но быть выездными и сразу получить грин-карту до того, как они приедут в Штаты. То есть есть очень много плюсов. А статистика есть, скажем, растущая группа людей? Или, например, вдруг стали легче давать? Ну как бы не легче стали давать, просто мы разработали такую особую методику в моем офисе. И со мной сейчас работает несколько специалистов-экспертов, которых я подключаю к работе, которые помогают людям подготовить необходимые материалы для того, чтобы они подошли под эту квалификацию. Поэтому сегодня мой офис, ну могу похвастаться, наверное, что мы немножко расширились, то есть есть спрос, и поэтому есть у меня дополнительных несколько сотрудников, которые конкретно занимаются с людьми, подающими документы на грин-карт, как экстраординальные специалисты. Поэтому есть несколько экспертов, докторов наук, которые специалисты в той сфере, в которой нам нужно подавать документы. И они помогают тем, которые еще не имеют достаточно материалов и критерий, подготовить эти материалы. То есть иногда это занимает два месяца, иногда это занимает полгода, иногда это занимает год. Но если люди готовы ждать и готовятся, то для них это идеальный вариант. И мы представляем вот такой комплексный ряд услуг для этих людей. Сначала мы помогаем с подготовкой документов на подачу на грин-карту для экстраординарных специалистов. И со мной работают несколько экспертов, которые выполняют вот эту техническую работу, помогают людям подготовить документацию, советуют в какие профессиональные организации вступить, помочь с какими-то публикациями, с рекомендательными письмами, даже с текстом этих рекомендателей. Да, находят, подбирают, в каких конференциях поучаствовать. То есть делают полностью креативную вот такую работу, подготовку документов, которые необходимы для того, чтобы гарантировать, ну мы не можем гарантировать, но которые максимально подведут нас к шансу успеха в получении грин-карту, как экстраординарный специалист. Но кроме этого мы специальную такую методику разработали еще, для того, чтобы предложить людям, кому это интересно, кому это необходимо, помочь им развить их бизнес, который они планируют развить в Америке. Потому что, смотрите, один из критерий для подачи на грин-карту для экстраординарных специалистов, это то, что у них должен быть план, что они будут делать в Америке, то есть какую пользу они могут принести Америке, находясь вот на топ 2% или 5% в своей сфере. Есть такая, ну хорошая такая полезная особенность вот этой вот экстраординарной грин-карты, это то, что не нужен работодатель. То есть человеку не нужен работодатель, который будет на них подавать вот эту петицию, человек подает ее сам на себя. Но для того, чтобы объяснить, что человек сможет преуспевать без работодателя, он должен представить план, что он собирается делать, какую пользу он принесет Америке. И вот у человека может быть какая-то идея или вообще нет идеи. И мы можем посоветовать идею и посоветовать даже потом эту идею как-то продвигать дальше. То есть это уже не совсем работа иммиграционного адвоката, но есть эксперты, которые со мной работают, профессионалы в этом деле. И, естественно, за дополнительную плату, если интересует кого-то вот такая услуга, мы ее в комплексе наших услуг также предлагаем. По-моему, был разговор раньше, что, например, под экстраординарного может, скажем, приличный программист тоже может подойти, да? Да, вот я просто не дошла до этой темы. Когда вы спросили, а есть ли какая-то сфера или есть какая-то тенденция, чтобы показать, кто больше всего сейчас подает документы на грин-карту по экстраординарным способностям, больше и больше обращаются за эти программисты, айтишники, те, у которых, допустим, какие-то свои патенты. Или даже потенциально могут быть патенты, но мы можем им подготовить всю необходимую документацию, чтобы они запатентовали какие-то свои идеи, не идеи, но какие-то свои процессы. У себя в стране. Свои, да, какие-то разработки в своей стране, а потом желательно в Америке тоже. То есть сейчас больше и больше обращаются за этим айтишники, которые какую-то креативную работу проделали уже. Такой вопрос эмоциональный. Если причина абстрактна, но мои чувства ненависти к моему государству искренни. Это не недовольства какие-то, мол, у нас дороги плохие. Это целая куча обид и оскорблений до глубины души. Если начинать все разбирать, на кейс точно хватит. Возможно ли подобная причина для подачи на политическое убежище? В общем, обидно ему. Ну, если просто обидно, то этого не будет достаточно. Нужно будет привести конкретные примеры, кто вам создавал опасность для жизни, какие у вас были, может быть, какие-то нападения на вас, угрозы. То есть нужно иметь конкретные примеры того, кто вам угрожал и почему вы боитесь за свою жизнь. Не просто недовольство. Но начинается все, наверное, с недовольства, с обидой, а потом можно всегда, наверное, подумать и вспомнить, какие конкретные примеры того, что с вами было, и почему вы реально не хотите... Потом вышел в одиночный пикет с надписью «Мир, мир», и все. И тут и началось. Да, и потом запостил это, наверное, у себя, где-нибудь ВКонтакте. Если уехал по политике, а именно оппозиционер путинского режима, и кейс находится на рассмотрении. В 2018 году условно произойдет смещение путинского режима. Ну, то есть, возможно, он не будет переизбираться, а отойдет в сторону. Как этот факт повлияет на рассмотрение кейса? То есть персона непосредственно Путина у власти. Я знаю, что в Украине был такой момент, когда Янукович ушел, а некоторые там подавали, как притесняемая оппозиция. И вот такая может так как-то произойти. Смотрите, на собеседовании, если поменяется власть, допустим, поменяется власть, придут оппозиционеры к власти к моменту вашего собеседования, то, скорее всего, вам будут заданы вопросы. Вот сейчас вы не боитесь вернуться обратно. Но вам нужно просто иметь готовые ответы, что все равно боимся, потому что, смотрите, если власть поменялась, все равно вы, если показали, что вы активничали, допустим, на стороне той власти, которая сейчас у власти, то вас будет преследовать другая сторона. Поэтому это во-первых. А во-вторых, обычно рассматривают ваш уровень, шанс страха, то есть шанс угрозы на момент, когда вы подавали документы, то есть на ситуацию в стране, которая была на момент подачи документов, и просто потому, что вы ждали два или три года собеседования, это не ваша вина, что вам пришлось только времени ждать, и к этому моменту поменялась власть. То есть вы все равно боитесь за свою жизнь, и вам все равно нужно объяснять, почему вы боялись на тот момент, что вы подавали, и уже добавлять какие-то новые факторы, объяснять, что да, теперь власть поменялась, но я боюсь противоположной стороны. Ну, моя непрофессиональная логика, чисто бытовая такая, что если смена власти чисто формальная, что, скорее всего, и произойдет, потому что иначе мы говорим про революционные какие-то изменения. Значит, если смена чисто формальная, то какая разница, кто власть, если режим тот же, то они внутри, внутренние перестановки. Ну, смотрите, люди иногда боятся, что, например, был закон, который говорил, что там преследуют, скажем, протестантов, потому что у них экстремистская литература, к примеру, да, допустим, мы говорим про свидетелей, допустим, да, и головы, вот, но, допустим, закон поменяется, и скажут, что теперь литература не считается экстремистской. Но это не значит, что милиция, там, полиция вдруг резко поменяет свое отношение к этому всему и перестанет, скажем, преследовать или как-то предвзято относиться к людям, которые относятся к свидетелям или относятся к протестантам или к патистам. То есть, если полиция все равно будет себя вести предвзято, неважно, закон поменялся на бумаге или нет, вот, такое уже было с законом касательно сексуальных меньшинств в Украине. То есть, был когда-то закон, который был, именно напечатанный закон, который говорил, что определенные, там, вещи были запрещены законом. И это были, давно еще. И это было нарушением, и можно было за эти вещи пойти в тюрьму. То есть, определенные вещи, которые связаны были с сексуальными меньшинствами. Потом этот закон убрали. И он уже не был законом. Но все равно были случаи, когда людей наказывали за определенные действия, и эти люди могли получить статус беженца в Америке, при том, что закона уже официально на бумаге не было. Я лично, как человек с историческим опытом проживания в тех местах, могу сказать, что за то, что они занимались этим делом, если закона нет, они ему наркотики в карман подложат. Ну да. Я хочу сказать, что гораздо лучше, если они там внутри как-то поменяются, с Путина, там, не знаю, на Медведева, чем произойдут революционные изменения, потому что тогда будет намного опаснее, чем когда хоть какая власть, но какой-то порядок поддерживает, чем когда вообще никакой власти, и граждане ходят с вилами и так далее. Это гораздо хуже. То есть вы можете только мечтать об этом с точки зрения политического убежища, но... Ну, я думаю, что нам тяжело, знаете, как бы судить, как там что лучше сделать, потому что даже если власть меняется или не меняется, в большой части населения там жить очень сложно, потому что там с экономикой не очень хорошо, и поэтому даже если власть поменяется, то есть как бы ряд других проблем, которые, наверное, не исправятся с новой властью. Ну, хорошо. Может быть, знаете, что я вас спрошу, такой же с рамками тех вопросов, что ребята задавали? Мы когда последний раз встречались, был такой разговор с вашей стороны, что вы на какое-то мероприятие собирались, или где-то там адвокатов собирает иммиграционная служба, и что там какие-то обновления там идут. Ничего такого нет? Ну, вот есть раз полгода, скажем, такие съезды для иммиграционных адвокатов, курсы повышения квалификации, у нас там появляется какая-то новая информация, общение с представителями разных иммиграционных служб. Ну, вот одно из таких основных изменений, это то, что разрешение на работу теперь будет выдаваться на два года. Другое изменение, это то, что открыли два побочных офиса, которые будут рассматривать, которые будут проводить собеседование на статус беженца. Это в Атланте, да, и в Бостоне? Это в Бостоне и в Новых Орлеанах. В Новом Орлеанах. Но, к сожалению, никакой статистики еще нет опубликованной официально о работе этих двух офисов. Вот, мы просто видим, если мы смотрим, если мы пытаемся по карте, есть такой сайт, где можно внести или свой zip code, то есть свой индекс почтовый, или можно внести название штата и посмотреть, где будет проходить собеседование, то есть эти два штата высвечиваются, как места, где проводят собеседование. Но, если смотреть на, скажем, scheduling бюллетень, то есть смотреть на сроки рассмотрения документов, то все равно только первые восемь, которые уже давно существуют, только восемь городов публикуют вот эту информацию раз в месяц. То есть там Сан-Франциско, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Чикаго. Вот, эти два офиса все равно еще ничего не публикуют, но они есть. То есть всего десять стало? Да, то есть стало всего десять. В Сан-Франциско у нас конкретно, ну, мы были временно где-то полтора-два года в таком временном здании федерального суда, и вот на этой неделе переезжаем в старый офис. Старый офис был, ну, как бы его перестраивали, там как-то его, не знаю, улучшали, там что-то делали, и теперь собеседование будет проходить в Сан-Франциско сразу на двух этажах, и вроде как наняли 75 дополнительных офицеров. А было сколько? Было, может, 20 или 30. Вот, наняли очень большой штат, естественно, этих людей надо там научить, подготовить и так далее, вот. Но это не значит, что если очередь была два года, она станет полгода. Это, скорее всего, говорит о том, что так как продлили разрешение на работу, теперь поменяли на два года, то они, наверное, будут стараться, чтобы очередь была не больше, не более двух лет, чтобы она не стала три или четыре года, или пять лет. Потому что очередь, которая два года сейчас, это значит, что люди, которые подавали два года назад, скажем, в ноябре, в декабре 2014 года, сейчас вызывают на интервью. А в 2015 году было в пять раз больше заявлений, чем в 2014 году. А в 2016, скорее всего, еще больше. Но это не из бывшего СССР. Это вообще общая статистика. Но очередь-то выросла не из-за иммигрантов из бывшего СССР. Очередь выросла из-за иммигрантов из Сирии, из-за того, что очень много детей из Латинской и Южной Америки приезжают одни и идут без очереди. И есть политика лысайл для детей? Конечно. То есть, есть уже даже люди из России, из Украины, уже делают эти эксперименты тоже. Детей одних отправляют подавать на статус беженца. Детей, особенно до 14 лет, пропускают без очереди. То есть, они идут впереди всех. То есть, они все равно, может быть, ждут пару месяцев или полгода. Но на эти риски, как бы, люди из бывшего Советского Союза все-таки, как бы, по своей культуре мало кто идет на это. Ну, может, и родственники есть к ним. Да, но люди из Южной Америки, из Латинской Америки, у них других вариантов нет. То есть, они отправляют детей одних. То есть, из-за этого очередь вот оттуда? Очередь из-за сирийцев и из-за того, что много детей приезжает одних. Например, ну, сирийцы должны тогда оказаться уже в США, там, с туристической, или с какой-то другой бизнесом? С любой, или просто нелегально попадают сюда. А есть такое? Ну, через Мексику. То есть, сейчас много сирийцев подачи на ИСАУ? Мы не знаем, сколько, но говорят, что именно из-за того, что столько много эмигрантов из Сирии и детей одних, очередь, как бы все остальные становятся на задний план. А вообще, вот есть какая-то статистика по эмигрантам, ну, в смысле, по подаче на политическое убежище, вот из этих стран, как бы? Большого Советского Союза? Нет, нет, вот именно Афганистан, Ирак, вот там, где сейчас очаг, как бы. Ну, есть, наверное, может быть, и есть, но она не легко доступная, и, если честно, я на нее не смотрела. То есть, у нас в основном, ну, большая часть наших клиентов – это русскоговорящие люди, как бы, из разных стран. Там есть у нас нерусскоговорящие тоже, но особо не тратила усилия на то, чтобы найти эту статистику. Она, наверное, где-то есть. Ну, что же, я так смотрю, вопросы кончились. То есть, у меня тоже так, я пока с вами разговаривал, я подумал, что нужно будет сделать какое-то, знаете, FAQ, такое видео, и вопросы типа Гуама, мексиканской границы, что там у нас еще часто бывает, надо будет посмотреть, надо их в отдельное место собрать, чтобы, если кто-то обращается, прям его туда сразу, потому что снижается информационная ценность того, что происходит, и, скажем, многие люди говорят, ну, что я еще раз пойду слушать, когда там половина тех же вопросов. Поэтому я беру на себя обязательство создать такой вот список. Если у кого-то есть вопросы вот такие, да, кто-то, ну, слушая нас, говорит все время, спрашивает вот об этом, да, давайте тоже ваши вопросы, я буду их там подсобирать до кучи в какой-то вот такой плейлист, чтобы никого не травмировать большим количеством видео на эту тему. Ну, вот мы так их аккуратненько сложим. Ну что же, Светлане, спасибо. Скажите мне такую вещь вот напоследок. Нет ли впереди каких-то событий, после которых нам непременно нужно еще раз собраться и эти события обсудить вот из грядущего? Ну, наверное, не мешает собраться после выбора, в смысле не после выбора, а после вступления к власти нового президента. Наверное, будет интересно обсудить, какие программы и изменения он предлагает, и что с этим делать. Я хотела еще упомянуть, что есть еще небольшое такое изменение, но это не совсем изменение, а просто новость, что с 23 декабря цены на различные формы иммиграционные немножко поднимаются. Поэтому, если кто-то ждет, чтобы подать документы, скажем, на гражданство, на грин-карту, на воссоединение, то есть на статус беженца нет никакой пошлины. Но на определенные формы есть пошлины, и они в зависимости от первоначальной цены там немножко будут выше. Ну, как пару максов или пару сотен. Где-то 30 долларов, где-то 150 долларов. То есть, есть уже эти таблицы, они есть на иммиграционном сайте. То есть, если вам, если подошло время подавать на какие-либо там услуги или на какие-то новосоединения, я же говорю, на грин-карту, на гражданство, на визу жениха-невесты, то цены поменяются немножко вверх, поднимаются с 23 декабря, поэтому нужно просто поспешить, и если что-то нужно сделать в этом месяце, то сделать это до 23 декабря. Ну, давайте напоследок, все, и отпускаем. Значит, спрашивают тогда такие вещи. Вот ухудшение отношений между, скажем, Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Насколько вообще логичен или вероятен такой ход событий, что, скажем, перестанут давать визы? Ну, это все, знаете, догадки. И то, что я скажу, не будет подтверждаться никакими фактами. То есть, это какие-то мои личные будут, догадки. Но из того, что я слышала, говорят, что, скорее всего, отношения между Россией и Америкой будут лучше с Трампом, чем они были бы, если была бы Хилари власти. Это кто так говорит? Это были люди. Это не я лично так говорю, но это говорят люди, потому что было раньше по их опыту. По опыту тех, кто как-то активно, серьезно увлекается политикой. Но если люди боятся, что что-то поменяется с визами или как-то там заморозится, приостановится, то, наверное, лучше получить визу заранее. Не обязательно же въезжать по ней. Но, наверное, лучше... Всегда, когда какие-то должны быть изменения, люди боятся, что они могут быть в худшую сторону. Правильно? Поэтому навряд ли обратным числом будут что-то менять или отбирать. Поэтому, если вы боитесь, что это как-то может стать хуже, то, наверное, лучше визу открыть пораньше, даже если вы не планируете в ближайшие полгода никуда ехать. Я могу только добавить к этому, что, например, с Украиной хорошие отношения, а визу получить намного сложнее, чем из Российской Федерации. Да, но зато визу с Украины в Америку дают на 10 лет, а из России только на 3. Не на 5 даже? На 10. Некоторым дают на 5, а в основном дают на 10. А, а в России на 3 и не больше? Да. Ну, видите, как трудно жить, друзья? Ну, это, наверное, потому что, смотрите, есть такая вещь, называется «ресипросити», то есть, как бы, вот, на Украину-то не нужна виза, да? Для американцев можно ехать без визы на Украину. Да. А в Россию виза нужна. Поэтому ответный шаг Америки. Мы даём визу из России на 3 года, а с Украины на 10. То есть, более благоприятная с той стороны, как-то, за что же не боятся греха, кукушка хвалит петуха. Ну, наверное, объясняется именно этим. Понимаете, взаимными такими делами. Ладно, значит, вы правой рукой, а я левой рукой. Мы так машем и говорим «пока». Давайте. До свидания. До свидания. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok